Стрижки-прически. Это та тема, которая тоже волнует очень многих. И, в общем, спрашивали ли вас клиенты, мучили ли на этой темы, не знаю. Но сейчас мы проверим, насколько вы для себя сможете проверить, насколько вы знаете. И я надеюсь, что новенькое тоже пополнится чем-то новеньким ваша коллекция. Итак, Мишель Мерсье с короткой стрижкой и с длинной стрижкой. Причем короткая тоже бывает разная. Бывают короткие пышные стрижки. А здесь короткая такая мальчишеская стрижка, гладкая, буквально очень минимальным объемом. Что скажете по поводу того, что раскрывает на самом деле натурал-романтика? Что скажете? Грива, волна волос, кудри крупные. Значит, что произойдет, если мы будем натурал-романтику предлагать короткие стрижки? Особенно если эти короткие стрижки будут такими вот практически гладкими. Лицо, во-первых, остается одно лицо. То есть волосы не будут являться продолжениями. Они в линии не будут продолжать тему лица. Лицо как бы остается такое один на один. Беззащитное лицо, незащищенное вот этой же своей природной энергетикой волнообразной. Если красивое лицо натурал-романтика, то еще более или менее, хотя все равно выглядит как остриженная овечка. То есть как будто где-то эмоциональная пышность ощущается, а потрогать волосы мы не можем. Глаза становятся выразительными. Ну, а куда деваться? Одни глаза только и остаются. Эффект лысый как ни печально, но так и есть. На себе тоже экспериментировала. Мама дорогая. Ну, это того стоило посмотреть. Тело может быть слишком массивным, но тело тоже может телу достаться. Более маленькая романтичная головка и более крупная, натуральная. Поэтому тут по масштабности будут варианты. А вот то, что будет такое ощущение, что лицо голое, что вот, так сказать, незащищенное вот этой эмоциональной темой волос, не поддержано. Это да. Давайте еще посмотрим. Вот здесь фотография справа наверху, это тоже Мишель Мерсье. А в центре уже веселее. То есть даже если короткая стрижка, она более рыхлая, более какая-то объемная, уже лучше. Да? Как в шапочке для бассейна, к сожалению, да. Вот как это не весело звучит, но это правда так. Потому что куцая, а лица достаточно все, как бы такие, кругленькие, масштабненькие. И вот эта вот маленькая стрижечка, для кого-то она прекрасна, но для кого-то, извините. То есть, ну вот такой небольшой компромисс в сторону пышной короткой стрижки. Но и то я не считаю это каким-либо эталонным решением. Еще печально, ну уже не так печально, но относительно печально смотрятся вот такие массивные, массивные формы. Не живые, а именно зафиксированные, да, такие вот цельные, как парик. И сразу у нас ощущение, да, что это, как сказать, директор, там чего-то там большого, там, не знаю, там цирка, детского сада, чего-то такого. То есть, совершенно придают какой-то вот вид, возраст уже такой серьезный, скульптурный. Да, скульптурность в данном случае не будет работать ни на натурала, ни романтика. Потому что ни там, ни там нету такой заштывшей формы. Скульптурность у нас есть у драматиков. И в различной смеси, как сказать, так или иначе, там могут какие-то возможные варианты проявляться. Но такая вот скульптурность в натуралу романтику точно не нужна. Директор с СССР, да. Еще примеры. Полностью зализанные волосы назад. Тоже примерно похожий вариант, как с очень короткой. Ну, тут улыбка, конечно, скрадывает, однако ощущение все равно не раскрытости тем. Да, аксессуары неплохо, но такие черты лица, мягкие, лучше обрамлять так же мягкой линией волос. Поэтому и челка, когда она ровная. Вот здесь у Арнеллы Мути слева челка достаточно такая прямая, ровная. Для ребенка, играющего в поиск себя, это прекрасно, но для взрослой женщины подобное решение будет, конечно, нелогично.